Общественные деятели, историки, учёные собрались, чтобы почтить память жертв одного из самых трагических событий в истории кыргызского народа – великого Уркуна, произошедшего в 1916 году. Обычно в этот день ежегодно проходили крупные научные конференции и другие мероприятия, однако с прошлого года из-за пандемии коронавируса был введён ряд ограничений. «Как вы знаете, Уркун был написан чёрными буквами в истории Кыргызстана. Если бы не Уркун, то наше. Население было бы не менее 10 миллионов человек. Однако сейчас мы должны извлечь уроки из истории. Мы должны поспособствовать тому, чтобы в будущем кровопролитие не произошло. Мы призываем к единству и процветанию нашей нации». Кыргызский народ в то время испытывал жёсткие угнетения со стороны Российской империи. Потеряв свои земли и пастбища, народ массово восстал против тяжёлого положения, вызванного последствиями Первой мировой войны и против стремления империи расширить свои границы. «Тысячи людей бежали в Китай и другие страны с тем, чтобы уйти от угнетения. Однако всё-таки справедливость разум победила. И мы сейчас в широком, как говорится, в развитии. И оглядываясь назад, мы сегодня собрались, чтобы дать почесть тем людям, которые боролись за нашу свободу, за нашу суверенитет, за процветание кыргызского народа». Во время Уркуна, по официальным данным, погибло 200 тысяч человек. В отдельных источниках говорится, что жертвами стали 300 тысяч человек. Историки отмечают, что в то время кыргызский народ был на грани исчезновения, так как потери были слишком многочисленны. «Надо говорить откровенно, что в то время кыргызы были на грани исчезновения как нация. По некоторым данным, около 300 тысяч человек. По другим уточняется, что порядка 200 тысяч кыргызов погибли. Народ оказался в очень тяжёлом положении. Сегодня 105-летие этих событий. Мы поминаем в такой скромной обстановке». Также историки рассказывают, что на отдельных перевалах Кыргызстана, граничащих с Китаем, до сих пор находятся останки наших предков, которые ещё не захоронены. Если информация о том, что эти люди действительно были свидетелями тех тяжёлых дней, подтверждается, то тела предаются земле, согласно обычаям. До Станка, Сканов Тимур Садогалеев, Аллато-24.